Слава Украине! Привет всем от Полонского! Информация для тех, кто думает, что массовые расстрелы, которые проводили расшисты среди гражданских в Буче, например, в Бородянке, в Бородянке только 66 тел нашли прямо возле церкви, я как раз там был в этот момент, так что в курсе, в Макарове и так далее, в Киевской области, в Изюме они убили, насколько я знаю, больше 400 гражданских, то есть вот эти вот массовые расстрелы расшистами гражданских людей, что они какие-то уникальные, и это, знаете, исключение из правила, а вообще расшисты белые и пушистые, так я хочу вас очень сильно расстроить, никогда в жизни людоедская российская армия не была белой и пушистой, они всегда были мародерами и садистами, и напомню, вот последнее слово, садисты и детоубийцы, вот это самое главное российской армии. Сейчас мы берем передо мной тут заметочка из украинской газеты, 91 или 92 год, и там перечислены результаты расшистского хозяйничания, если так можно сказать, в Ивано-Франковской области после захвата, помните, когда СССР коммунистический и фашистская Германия с двух сторон напали на Польшу, начали вторую мировую войну, два союзничка напали, да, соответственно СССР оккупировал тогда запад Украины, и вот вам результаты деятельности мародерско-садистской советской армии, точно тогда еще мародерско-садистской красной армии в Ивано-Франковской области. Итак, эксгумировано скелетов, ну, тел, ну, тогда тут по-украински идет скелетив. Итак, место Ивано-Франкиевск, 801 штука, это с 39 по 41 год были, это то, что убиты с 39 по 41 год. 801 скелет, 801 человек. А знаете, что интересно, среди них детских 126. Представляете, что это за Красная армия? Детских 126, 801 всего. То есть, они расстреливали налево-направо, точно так же, как это делали немцы, может, даже еще хуже. И точно так же, как они сейчас это делали в Бородянке, в Буча, в Изюме. Дальше, Токеневелека, Соло, Посич, 26 скелетов, из них 10 детских. Дальше, а теперь преступления расшистов в 44-53 годах. Это уже эксгумация проводилась сейчас. Вот они теперь, значит, следующие. Мистогалыч, 8 скелетов, среди них один детский. Соло Яблунив, 84, среди них 23 детских. Соло Выгода, 37, 4 детских и так далее. Тут по каждому селу сел очень много. И везде есть расстрелянные дети. Везде, просто в каждом. Вот, например, село Грабевка. 26 убитых, большинство дети, 14 человек дети. Вот это вам результаты действий советских фашистов. Дальше, и последняя строчка, я там много пропустил. Вместо войны или 243 человека было советскими нелюдями расстреляно, среди них 63 ребенка. Вот так вот. Поэтому, если кто-то думает, что вот это у них сейчас эксцесс исполнителя, или что-то у них пошло не так, или их как-то... Не, ребята, они всегда такими были. Они были нелюдями, убийцами, мародерами, садистами. И вот эти вот цифры из 39-го, 53-го годов, как раз об этом и говорят. Они всегда убивали... Знаете, что их еще очень сильно? Они убивали тех, кто не может ответить. Посмотрите, как они себя по шакалье ведут на фронте, они боятся. И как они себя, опять-таки, по шакале ведут в тылу? Они знают, что там гражданские. Они знают, что гражданские ответить не могут. И на них-то можно и как раз выплеснуть свою бессильную шакалью злобу. Они убивают женщин и детей. Детей и женщин. Это все, что нужно знать о фашистской России. Она такой была и до конца своего такой будет.